На аппаратное совещание губернатор прибыл буквально с самолетного трапа, вернувшись из поездки на территорию СВО. Посетили семь наших воинских подразделений, где воюют именно мульяновцы. Со всеми побеседовали, поговорили, пообщались. Все благодарны нам, всем жителям Ульяновской области, за ту помощь, которую мы оказываем. Одна из основных тем повестки – нависшая над горожанами угроза. Острые сосульки и талый снег на крышах и карнизах – не просто вестники весны, а реальная опасность, дать отпор которой призваны коммунальные службы. Исполнение графиков очистки находится на контроле администрации города. При организации работ по очистке крыш приоритет отдается крышам на квартирных домах, расположенных в местах наибольшего риска, то есть в местах наибольшего прохождения людей. Таких крыш у нас насчитывается около двухсот. По состоянию на сегодняшний день произведена очистка 1233 кровель от сосулек и наледи, но на сегодняшний день еще нуждается в очистке 139 квартирных домов. Расчисткой крыш в Ульяновске займутся 140 бригад рабочих, привлекут и технику – более 100 единиц. Механизм контроля такой же, как и в случае с уборкой дворовых территорий. За несоблюдение графика и снег на крышах нерадивые управляющие компании ждут штрафы – от 50 до 100 тысяч рублей. Поводом для проверки могут стать жалобы от жителей города, поступившие на горячую линию. Федеральная программа создания комфортной городской среды, участниками которой являются все города Ульяновской области, набирает обороты. В этом году ожидается благоустройство 85 дворов и 17 общественных пространств. Земляки из пяти муниципальных образований участвовали во всероссийском конкурсе и стали победителями. Это и Сурская, это и Горсун, Барыш, Димитровград, Нову Ульяновск. Там будут реализовываться программы по благоустройству общественных пространств. Уже в апреле начнется ежегодное народное голосование. Лучшие предложения попадут в список благоустройства на 2024 год. 2 и 3 марта в Ульяновске пройдет форум деловых женщин. Это непосредственная часть национального проекта предпринимательской инициативы развития предпринимательства. И главная его составляющая – это вовлечение в предпринимательство новых социальных категорий, таких как женщин. 30 площадок, посвященных разным сферам бизнеса, и 3000 участниц. Помимо гостей из всех уголков России, ожидаются участники из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Если мы посмотрим на структуру субъектов малого и среднего предпринимательства, то почти 45% из них – это женщины-предприниматели. И наши новые, вновь родившиеся самозанятые, которые сейчас составляют армию более 40 тысяч человек, тоже являются в 45, даже 50% женщины. Всех бизнес-леди ждут мастер-классы, образовательные площадки и круглые столы, посвященные вопросам развития предпринимательства.